Всем привет! Сегодня поговорим о самообразовании, а точнее о какие шаги предпринять, с чего начать, потому что на самом деле самообразование это хорошо, это прекрасно, это может улучшить вашу жизнь, качество вашей работы, учебы, вы можете освоить какой-то новый навык, это все прекрасно, замечательно, но это очень страшно, потому что вы сами все решаете, вы сами решаете, куда идти, что изучать, как это все применять и так далее. В общем, всегда возникает вот этот самый вопрос, а с чего же, собственно говоря, начать? Я, в принципе, готовлю большую серию роликов на вот эти все темы, но сегодня я расскажу более так сжато о том, какие шаги можно предпринять в самом начале. И первое, с чего вам стоит начать, это с того, чтобы задать себе вопрос, а зачем мне это нужно, какую цель я преследую? То есть вы должны точно понимать, куда вы и зачем вы идете, потому что если у вас нету какой-то конкретной цели, вы никуда не придете, вы так и будете плавать, что-то там учить, что-то посмотрел, какие-то знания получил, но это все будет бессистемно, поэтому конкретной пользы это вам не принесет, это не улучшит практически ничего, вы просто будете более эродированным человеком. Если вы эту цель преследуете, то вы и дальше строите свое самообучение уже от этой цели, то есть от того, как вы ответите на этот вопрос, какова ваша цель, вы будете дальше выстраивать, подстраиваться под это. То есть когда вы берете, например, курс или учебник и думаете, оно вам надо или не надо, вспоминайте, какая у вас конкретная цель и думайте с этой позиции, это поможет придвинуться или это полностью поможет достичь этой цели и так далее. То есть какой вклад в конечную цель привносит тот или иной источник. А по поводу зачем мне это нужно, это вам поможет для мотивации, самопродвижения, когда вам не будет ничего хотеться, вы будете уставшие и так далее, и забудете, зачем вы шли, вот как раз таки напоминайте себе, зачем вам все это нужно. Если, кстати, как-то не отзывается эта тема в душе, значит нужно что-то поменять, либо цель, либо причины и так далее, это уже как бы другой вопрос. Но вот это все, оно поможет направить, оно как раз таки поможет сделать этот первый шаг, потому что вы уже точно знаете, что вам нужно, зачем, и тогда уже будет немножко проще. Второй шаг это создание фундамента. В любой теме, в любом направлении всегда есть та база, на которой строятся дальнейшие знания. Если, например, вы ставите себе цель улучшить существующие знания, то вам можно как бы пропустить этот пункт. Но если вы что-то учите, по сути, с нуля, что-то осваиваете, такое, что вы приблизительно знаете, вам вроде бы это нравится, или это было вашим хобби, но вы хотите из этого сделать что-то более масштабное, что-то такое более конкретное, то вам нужно обязательно изучить основу, то есть базу тех знаний, на чем строится, собственно говоря, то, что вы хотите изучать. Потому что без этого не получится. Без фундамента, какой бы красивый дом вы не построили дальше, он не будет стоять. К примеру, вы хотите научиться писать портреты, рисовать портреты, вы можете по картинкам, по видео на ютюбе изучить все это дело, научиться. Но без анатомии человека вы достигнете какого-то уровня, но дальше вы не сможете. Потому что анатомия человека это та основа, на которой, собственно говоря, строится человек. И строятся те знания, те техники и так далее. В общем, на это все наслаивается. Так что вам нужно обязательно определиться, что основное в вашей теме, и начать с этого. Не с того кусочка, который вам хочется, если это какой-то небольшой такой кусочек, но все-таки нужно твердо встать на ноги. И когда вы еще освоите базу, вам будет легче и фильтровать дальше информацию. То есть, когда вы немножечко уже в теме, вы понимаете, что хорошо, а что плохо, вы можете уже лучше определять те или иные источники на то, что вообще нужны они вам или нет. Третий шаг. Находим наставника и единомышленников. Когда вы самообразовываетесь, вы сам по себе, вы один, практически никому не обращаетесь. И это очень плохо, потому что мы существа очень социальные. Нам нравится общение. Каким бы интервертом вы ни были, какое-то минимальное общение нам обязательно нужно. Особенно, если есть единомышленники, которые валятся в той же каше, они сталкиваются с теми же проблемами, им можно немножко пожаловаться, попросить совет, направление, каких-то источников, поделиться какими-то своими находками и так далее. Это все очень полезно. Это помогает вам продвигаться и это помогает вам держаться на плаву и в интересе. Потому что, когда вы делитесь своими знаниями с теми людьми, которые тоже в теме, это очень интересно, это помогает, это углубляет ваши знания и, в принципе, это очень полезно. Насчет наставника это помогает вам быстрее и качественнее идти. То есть, да, вы будете совершать те же самые ошибки, но все равно, когда вас направляет какой-то человек, он делает это уже осознанно, Потому что зачастую наставниками являются те люди, которые уже прошли определенный путь в этой теме. И они уже знают, где подземные камни, кочки и так далее. И вы сможете лучше и качественнее проходить по этому пути. Но не обязательно, чтобы наставник был вот прям один на один, вы смогли с ним разговаривать. Особенно в начале. Это может быть блогер, это может быть инстаграм-блогер, это может быть историческая личность, которую вы читаете биографию. Это может быть кто угодно, но относящийся к вашей теме. Это вам уже поможет, потому что он уже прошел определенный путь. Если вы можете прочитать какую-то биографию, какие-то посты, еще что-то, как он это все проходил, какие у него были ошибки и так далее, это уже вам поможет, это уже вас вдохновит. Во-первых, вы поймете, что вы не такой уж глупый, раз вы на одни и те же грабли наступаете, потому что мы все часто наступаем на одни и те же грабли, это нормально и так далее. Единомышленников точно так же можно на форумах, на чатах, в телеграме найти, в группах. Их сейчас миллион, можно даже не встречаться с ними никогда лично, но абсолютно постоянно общаться, и есть закрытые группы и так далее. В общем, тот, кто ищет, тот обязательно найдет. Четвертый шаг – составляем расписание. Когда вы думаете о том, что я когда-нибудь вот на этой неделе выделю себе время, когда-нибудь потом, когда-нибудь вот завтра, ой, сегодня не получается, вы никогда не выделите время. Даже если вы на энтузиазме один раз позанимались, а потом решили, что как-нибудь потом, это как-нибудь потом, скорее всего, никогда не наступит, либо наступит очень далеко, очень нескоро, когда вы уже вообще забыли, что вы хотели, куда вы шли и так далее. Поэтому если вы серьезно задумывались над тем, чтобы полноценно самообразование внести в свою жизнь, то есть чтобы вы достигли конкретных целей, чтобы это улучшило вашу жизнь, улучшило вашу работу, образование, вам нужно вписать это в свою жизнь, в свое расписание. Вам нужно четко выделить время по четким дням, по количеству часов, которые вы можете на это уделить, времени. То есть вам нужно определить, когда вы можете это делать. То есть не просто «возможно, у меня сегодня получится», нет. Вам нужно точно себе говорить о том, что сегодня я очень уставший, потому что у меня там много дел в этот день, а завтра вот я вечером уже могу себе спокойно это позволить. И если кто-то покушается на это время, вы должны как бы себе говорить о том, что нет, у меня уже есть планы, поэтому я не буду их рушить. И вы введете как бы постепенно это в привычку. И как только вы точно застолбите себе время, вы будете садиться, и ваш мозг будет понимать о том, что вот сейчас я буду сидеть и учиться, и больше ничего не буду делать. Поэтому вы уже как бы настроитесь на это, и вы будете лучше, качественнее и быстрее продвигаться в самообразовании. Пятый пункт – это составляем учебный план. Я уже подробно рассказывала в одном из очень старых видео, но актуальности оно не потеряло, потому что учебный план – это именно та карта, по которой вы идете. И если ваша карта уже составлена, вы потратили на это время, вы будете очень хорошо и качественно продвигаться. В этом видео я говорю о том, что нужно стремиться к тому, чтобы те знания, которые вы получали, они были из разных источников, потому что нужны видео и какие-то учебники, чтобы это было достаточно разносторонне. Потому что если у вас один учебник, это достаточно сухо, вам будет тяжеловато продвигаться, потому что нужно разнообразие. Наш мозг начинает скучать. Если один и тот же источник, примерно одна и та же информация, вы начинаете путаться. Поэтому если вы заранее проделаете всю эту работу, найдете все видео, курсы, учебники и так далее, и составите себе прям по темам, вы будете лучше продвигаться. Еще просто одна проблема самообразования в том, что в одной и той же теме можно копаться бесконечно. Вы можете бесконечно во всяких детальках, деталюшечках, утопать, утопать и утопать, и вы никогда не сможете продвинуться, потому что очень частые проблемы, с которыми ко мне обращаются, как вот продвинуться дальше. А нужно просто в какой-то момент себе сказать, стоп, поехали дальше. И если у вас уже будет следующий шаг решенный, это гораздо проще сделать, потому что когда вы официально учитесь, просто вы приходите на следующую пару, и преподаватель уже рассказывает о другой теме, он не топчется на месте. И вы точно так же вот этим учебным планом сделаете себе вот эту же работу, что как только вы заканчиваете рассматривать все там те материалы, которые вы себе назначили, значит, все, идем дальше, не топчемся на месте. Да, возвращаемся периодически, проверяем себя, это уже как бы другой вопрос, но все равно идем и идем дальше, и когда заканчивается один учебный план, составляем следующий. Шестое. Заводим прекрасную полезную привычку сразу применять все ваши знания на практике. Нет ничего лучше, чем применение на практике, при том, что можно даже самые такие абстрактные, гуманитарные знания применять на практике. Все дело в том, что те знания, которые вы не применяете, которые вы не используете, они так и остаются пустыми знаниями. И тем более они очень быстро забываются, потому что то, что мы не используем, то распадается, забывается, и как бы все это время, потраченное на изучение, оно получается зря. Поэтому если вы любые свои знания сразу как бы себе говорите о том, что вот я сейчас делаю еще упражнение, я это применю, я пройду тест. Это все практическое применение ваших знаний. И не нужно ждать там окончания. Вот я сейчас прочитаю этот учебник, и тогда начну. Нет. Прочитали главу, применили. Прочитали, проверили, какой-то тест прошли, рассказали кому-нибудь на пальцах, в общем, как угодно. То есть все вот это, это практическое применение. И наш мозг максимально хорошо запоминает ту информацию, которую вот мы применяем. То есть там считается до 90% того, что мы запомним то, что мы уже сделали руками, своей головой, воспроизвели все эти знания. Они максимально хорошо и надолго запоминаются. И относительно обратной связи. Это тоже очень полезная вещь. Когда вы применяете что-то на практике, очень хорошо получать обратную связь. То есть если вы проходите тест, обязательно узнавайте, где вы были неправы, где вы были правы. Если вы кому-то что-то рассказываете, спросите, а понял вообще человек или не понял. Это помогает вам прощупывать ваши знания. Потому что когда мы официально учимся, мы либо сдаем экзамен, либо проваливаем его. Нам точно говорят о том, что знаем мы или не знаем. Здесь же в самообразовании мы немножко плаваем и в принципе не сильно хотим что-то как-то проверять, потому что я же уже все прочитал, я же уже все сделал, зачем мне как-то терзать себя? Я точно знаю, что я знаю. Но это очень обманчиво. Иллюзия знания – это самое страшное, что вы можете себе позволить. Потому что вы потратите кучу времени, вы там прочитаете, что-то сделаете, но если вы себя не проверите, не будете постоянно возвращаться к своим знаниям, вы провели все это время зря. Поэтому обратная связь – это полезно, это хорошо. Если вы что-то, ну, прощупали какой-то огромный пробел, обязательно возвращаемся к этому, учим заново, прощупываем и идем дальше. Седьмое – находим человека, которому будем отчитываться. Вот это ощущение социальной какой-то обязанности перед кем-либо, это очень помогает, это очень стимулирует, потому что, конечно, в самообразовании нам никому не нужно отчитываться, кроме себя. Но себя мы можем всегда уговорить, всегда убедить в том, что я все прекрасно знаю, все замечательно, я молодец и так далее. Себя можно всегда уговорить. Но если у вас есть какая-то вот эта ответственность перед другим человеком или перед другими людьми, вы себя уже будете по-другому и организовывать. То есть вы уже будете меньше халтурить, меньше пропускать, вы будете больше проверять себя и так далее. Все-таки, повторюсь, мы люди социальные, если у нас есть ответственность перед другими, мы лучше и качественнее работаем. То есть в самообразовании это можно использовать в пользу для себя, то есть для того, чтобы стимулировать себя, мотивировать, что в конце недели вот вам, например, нужно отчитаться, что вы проделали определенное количество работы, что-то не успели и так далее. В общем, это хороший анализ. Нужно обязательно еще себя как бы спрашивать, а почему я чего-то не сделал? То есть не просто, ну вот у меня не получилось, я там не успела, еще что-то. Нужно обязательно себя спросить, а почему я это не успел, почему я это не сделала? Потому что, ну для того, чтобы это исправить, для того, чтобы в следующей неделе все-таки либо сделать, либо уменьшить нагрузку и так далее. В общем, нужно постоянно это анализировать. И этот отчет можно предоставлять не обязательно живому человеку. Опять-таки, можно в сеть выкладывать. Есть уже такие аккаунты, где просто люди отчитываются о проделанной работе ими. И это больше не для окружающих, а именно для них, потому что это помогает работать и идти дальше. И последнее, о чем я хочу сказать, обязательно хвалите себя и отмечайте то, что вы уже сделали, и говорите о том, что вы молодец. Потому что в самообразовании очень часто люди проваливаются в такую бесконечную гонку за знаниями. То есть, либо вообще не получают знания, а просто хотят где-то там в перспективе что-то выучить. Либо настолько погружаются туда, и за счет того, что вас никто не контролирует, вам никто не рассказывает о том, что вы молодец, вам нужно самостоятельно этому делать. Потому что не зря есть там рабочие эмоциональные выгорания. Это когда вы скачете на всех парах, но не получаете ничего, никакой там моральной, материальной выгоды, ничего. И внутренние ресурсы нужно пополнять. Если вы будете только их использовать, они очень быстро иссякнут. И вы в такой минус можете просто провалиться, из которого не все выбираются, не все хотят обратно возвращаться к этому. Поэтому нужно обязательно себе говорить о том, что я молодец, вот это, вот это и вот это я уже сделал. Вы поставите себе галочки, вы там вычеркните и так далее, чтобы вы видели наглядно уже кусок проделанной вами работы. Она, скорее всего, будет. Если вы там выделили себе время, вы уже что-то проделали, этот объем уже обязательно будет. Поэтому вот это очень важно. Да, может быть, глупо со стороны, что вы там себе большие галки ставите о том, что вы такой молодец. Но это важно, это нужно вашему мозгу для того, чтобы он вырабатывал дофамин и другие гормоны счастья, потому что они еще отвечают за память, внимание, концентрацию и так далее. То есть это помогает вам продвигаться дальше, это вас мотивирует, и это помогает не останавливаться на полпути, а все-таки продвигаться дальше. Потому что самое важное еще в этом всем процессе дальше идти, вот не грузнуть в той информации, в той теме, на которой вы там, например, чего-то вы недопонимаете, и вы начинаете это копать, копать, копать до того момента, пока вот вам не хочется все бросить. В такие моменты иногда нужно идти дальше, возможно, вы потом вернетесь и поймете то, что вы там недопоняли и так далее. То есть нужно хвалить, но идти все-таки дальше, дальше, дальше. На этом все. Подписывайтесь, потому что будет еще много видео на эту тематику. Ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok